Сейчас Алексей нам покажет, как удаляются крольки из базальтовой минераловатной плиты. Начни вот с этого края, с этой крайней плиты. Как они выглядят. То есть это маленькие камешки такие. Как выковыришь какой-нибудь, покажи нам его. Чтоб мы видели. То есть как обезьянки в зоопарке, да? Собери там в руках несколько штучек. Ну как блохи, да? Говорю, как обезьянки в зоопарке. Да, причем так проворно. Да, потому что проблемы из-за крольков могут быть серьезные. Бывает не до конца расплавленный камень базальтовый, а бывает связующий. От них могут быть пятна фенольные. Фенольное пятно, я сам лично видел, 3 на 3 метра. Ну так вот. Начиналось причем маленьким пятнышком, а потом вылилось в такую огромную розу. Это просто. Единственное, что у Баслова, они через 2-3 года смываются. Поэтому мне заказчики всегда спрашивают, что делать, я говорю. Ребят, подождите. Подождите просто пару лет. Ну, бывает, кто попал на это, что делать. Они просто смываются дождем. Смываются неплохо. Что, хороший камешек нашел, да? Покажи. Покажи прям на ладони. Вот они, королевочки наши. Любимые. Что-то не очень любят. Хочешь, Леша, я тебя развеселю. Я тут с объекта принес интересные корольки. Покажи народу. Такие бывают. Ты такие видел когда-нибудь? Я? Да нет, что-то как-то. Ну, такие вот бывают. Ну, это на другом объекте. Это другой производитель минеральной ваты. А ват вату остается? А? От ваты что-нибудь остается? Ну, я вот еще раз показываю. Смотрите. Пальчики у меня и кулачки у меня нехилые. Вот как это выглядит. Я встречал королек, говорю, реально, с мой кулак. Который был базальтовый минералная вата, 150 миллиметров. Он торчал маленьким кусочком. Просто маленьким. Я начал расковыривать, а он даже не шевелится. Я стал глубже. Когда я его вытащил, я, конечно, обалдел. Это я приехал обучать и проверять качество работы. Производитель мы не будем называть, у кого это было. Он очень известен и очень популярен. Его все почему-то считают самым лучшим. Ну, все встречается, что делать. Так что вот, ребята, самое главное, вы должны понимать, королек это холодное включение. И поэтому при работе на фасаде пара у вас может конденсироваться на этих холодных включениях. А если это фенолформальдегидное связующее, то, соответственно, пар будет размокать. И у вас появится такая вот красящая субстанция, которая потом цветочком может выйти 3 на 3 метра. И вам придется очень долго объяснять заказчику, почему и как это произошло. Поэтому будьте очень внимательны к ралькам. Спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. До свидания.